виталий приветствую тебя собственно традиционный эфир правда мы несколько скорректировали график нашего совместного вещания я думаю что если ты не против можем опять же оставить постоянство встречную перенесем с понедельника на вторник на это вот время поэтому друзья не переживайте если понедельник вы обнаружите что ролика нету не значит что мы перестали записывать контент он будет теперь потом предварительно пока так ну что финансовые рынки отчет по инфляции как мы с тобой в прошлый раз говорили это серьезные фундаментальные события для рынков которые не оставят разнодушных принципе никого каким бы инструментом вы бы не интересовались не торговали точно данные по инфляции в каком-то формате задели все активы волатильность была крайне значительный индекс доллара сожалению несмотря на все предпосылки которые предварительно были созданы в виде потенциальных ожиданий роста базовой инфляции не привели к реализации этого сценария потому что базовая инфляция в сша вопреки ожиданиям просела с 6 6 до 6 3 процентов основной показатель инфляции в штатах тоже снизился поэтому снижение обоих компонентов обоих показателей по инфляции и вернул на рынок спекуляции относительно того не стоит ли фид резерву притормозить повышением процентной ставки и соответственно если идея агрессивного повышения ставки ранее поддерживала курс доллара то лишившись этой поддержки доллар перешел к снижению собственно вот это снижение которое мы видели по индексу американской валюты фактически за несколько торговых сессий четверг-пятница сейчас снижение продолжается это уже больше четырех процентов и вот сегодня на блумберг вставить включен у меня сравнивают что такие однодневные потери по доллару были последний раз определенный период кризисных лет там 2008 года а если в целом говорить о масштабах недоверие сейчас и нежелание вкладывать доллара в длинные позиции с учетом потенциального нам не обновление риторики резерва вот это падение могло стать самым значительным со времен перехода вообще к плавающему валютному курсу то есть больше чем за 50 лет ну короче есть такие исторические параллели которые можно проводить но опять же я бы да я бы еще добавил по поводу не только вот этих параллелей которые ты сделал с точки зрения ланга и шарта мы знаем что рынок он медленно растет но падает очень быстро это точно бывает падение когда рынок может там полгода расти а недельное падение вот это все поглощает поэтому нужно скажем почему я больше люблю шарты по сравнению с лангами потому что там можно за недельку или за несколько дней условно взять то движение в котором нужно сидеть там месяц там сравнить даже последнее снижение там акции фейсбука да мы это они там росли несколько лет и потом за текущий год они свалились там в течение года то что росли там несколько несколько лет ну любой инструмент и сантиметр там нефть и так далее поэтому это нужно учитывать когда вы торгуете блонг рынок может очень сильно падать и нужно обязательно да я поэтому кстати тоже люблю рынок криптовалют по этой же самой причине что расти он может потихонечку по чуть-чуть и там каждое сопротивление через боль дается а если падает на негативных новостях это серьезное снижение я собственно который мы и наблюдали после краха банкротства биржей фтикс так ну ладно возвращаясь к ситуации с долларом опять же те кто следил за нашим совместным контентом наверняка знают то что я был трейдером который в принципе остаюсь который индекс доллар рассматривать на долгосрока качестве актива который может вырасти с начала этого года индекс доллара если говорить до четверга вырос почти на 20 процентов но сейчас вот уже снижение почти на 5 процентов отсылка на финн резервы изменилась ли политика американского регулятора на самом деле нет вот с момента выхода данных по инфляции было несколько выступлений представителей американского регулятора мейстер дели булларда воллера которые подтвердили что инфляция по-прежнему остается крайне высокой во много раз превосходит целевый ориентир поэтому этот резерв будет вынуждены дальше действовать ну не так активно как до выхода данных по инфляции потому что тогда мы закладывались под возможность повышения в декабре еще раз на 75 байсных пунктов сейчас этот сценарий уже маловероятен я думаю что его даже не нужно рассматривать но повышение ставки на 50 байсных пунктов этот сценарий по-прежнему актуален вероятность этого больше 80 процентов и потом сейчас наверное уже ну логично если рассуждать о перспективах доллара нужно прийти к выводу о том что если фрс изменит свою точку зрения относительно того что нужно дальше активно повышать процентные ставки ему маловато одного отчета нужно дождаться подтверждение виде еще там месяца двух в лучшем случае чтобы была зафиксирована тенденция спада базового индекса потребительских цен на протяжении трех месяцев подряд у нас пока только один месяц поэтому для тех кто считает что все индекс доллара уже не будет расти я бы посоветовал таким настроем настоль неверующим опять же в перспективу доллара все-таки задуматься о том действительно ли так а что будет если базовый наспотребительских цен да и в целом общий показатель инфляции под конец этого года в начале следующего года снова начнут расти вполне реально если мы увидим очередной ралли на рынке углеводородов ну почему бы нет это ну не такой уж и не жестичный сценарий да но еще добавить нужно что цели резерва снижение инфляции да мы пока не дошли до тех целей которых которые они хотят у нас сейчас инфляция она большая поэтому сбивать темпы возможно какой-то сюрприз будет на следующем заседании фрс лупанут сделку на 0.75 поэтому я бы сейчас стал руководствоваться более-менее нейтральной риторикой о том что может быть индекс доллара когда мы видели в районе 115 пунктов и достиг своих локальных максимумов которых мог достичь счетом такого новостного плана но при этом я бы не стал сейчас заявлять о том что индекс доллар окончательно развернулся и все дальше мы будем наблюдать за развитием нисходящей динамики я думаю что индекс доллара может легко уйти вот в этот размашистый коридор и тестировать уровень то 115 то 110 и болтаться в этом коридоре в течение продолжительного периода времени но я все-таки сторонник того что по индексу доллара мы снова сможем увидеть локальные максимумы и причем довольно таки скоро но я готов отказаться от идеи роста курса американского доллара если например ноябрьские данные по инфляции которые мы будем разбирать в середине декабря буквально за несколько дней до заседания американского регулятора также покажут что инфляция снижается уже на протяжении второго месяца подряд но пока что друзьям долгосрочный взгляд в отношении индекс доллара шорт точнее лонг кстати я в прошлый раз давал рекомендацию конкретную по индексу доллара к сожалению вот из-за того что доллар обвалился после данных по инфляции эта сделка была закрыта по стоп лоссу на отметке 108 80 по евро доллару из-за того что индекс полетел вниз европейская валюта также активно росла и сейчас уже котировки 1.04 здесь я тоже рекомендация не отработала себя я принял решение еще вот пятницу когда комментировал на своих брифингах действия оставить в покое главной валюты риска и подождать посмотреть за развитием событий как индекс доллара будет вести себя дальше золото прошлый раз делал акцент на то что нужно брать в расчет действия большинства и меньшинства нужно ориентироваться на показатель индекс рыночных настроений друзья используйте этот индикатор который доступен всем клиентам компания маркетс как дополнительный фильтр принятия торговых решений сегодня вот по прошествии недели особо картина не изменилась по-прежнему толпа в продажах и рынок драгоценных металлов идет вверх текущие котировки 1780 уже цель в прошлый раз которую я обозначал была довольно скромная но честно говоря когда мы комментировали и разбирали золото в прошлый раз цель 1725 уж не казалось такой скромный просто золото так стало активно расти последние торговые сессии прошлой неделе сейчас уже почти вот рядом со сопротивлением 1800 долларов за тройскую унцию кому интересно что он будет дальше я бы так сказал пока толпа остается все таки в коротких позициях рынок золото будет расти дальше причем в качестве ближайших целевых ориентиров я бы уже не то чтобы метил там на 1800 я считаю что это почти реально сделать уже даже в рамках сегодняшней торговой сессии я думаю что можно попробовать смотреть повыше на уровне 1830 1850 долларов за тройскую там по моему даже следующий уровень хотя надо посмотреть следующий уровень сопротивления долгосрочная или нет среднесрочная цель по золоту с учетом текущего новостного фона это 1840 1850 нефти котировки 92 57 пока что нефти заложенных новостного фона из китая опять же рост количества заболевших снова вернувшиеся отговоры о том что если не будет смягчения политики нулевой терпимости то китай будет вынужден снова прибегнуть каким-то повторным локдауном и ограничения я все-таки рассчитывать что до этого дела не дойдет и 92 58 вот диапазон опять же 90 92 58 90 92 вот так скажем так чтобы округлить это по-прежнему на мой взгляд коридор для принятия решения на открытие длинных позиций в расчете на долгосрок прошлый раз мы видели что бренд как раз зона 90 отбился отступил от этого уровня поддержки почти восстановился до 100 долларов за бар но вот сейчас идет коррекция пока стабилен уровень поддержки 90 я думаю что переживать не нужно и стоит сохранять оптимизм рассчитывать на продолжение восходящего ралли еще была пара доллар и гена именно у меня сделка была в расчете на то что валютная интервенция со стороны банка японии будет все-таки основной движущей силой для поддержки японской иены но в игру помешался отчет по инфляции который опрокинул доллар быстрее чем это мог бы сделать японский регулятор цели были 145 ен за доллар эту цель мы благополучно быстро сделали поэтому те кто вместе со мной находятся в этой сделке профит хороший ну в принципе следом за 145 отметка был уровень 140 до которого также пор очень быстро долетела сейчас котировки 139 34 я бы рекомендовал пока что в эту пару больше не лезть посмотреть тоже за тем как будет развиваться события дальше дождаться все-таки более менее стабилизации ситуации по на доллару но практически наверняка уверен что следующую рекомендацию которую я могу дать она также будет предполагать все-таки укрепление позиции японской иены но не сейчас а в случае например восстановление в районе 142 143 ен за доллар я думаю что эта сделка потенциально не на ближайшее время в общем когда будут эти уровни ним и вернемся это ли снова тебе что-то непонятное только в китае этот к вид больше его нет рельга стран как-то как-то не смотрел по другим странам пропал с радаром не на повестке да и так всех еще приветствую еще раз давайте пройдемся по тем моментам которые я прошлый раз говорил и дам какие какое-то новое видение новые идеи по рынку и так по евро доллару что я просто раз говорил я говорил что у нас есть сценарий того что мы будем обновлять прошломесячные максимумы то есть у нас прошлом месяце октябрь да в районе там 10085 мы их принципе обновили не ожидал такого сильного обновления конечно почему я принимал такое решение у нас напомню мы в текущем месяце ну в принципе в прошлом месяце конец текущий месяц мы сломили этот нисходящий тренд который у нас был по по евро доллару последние полгода такой четкий четкий да он идет больше там более года но последний такой канал который был это получается ровно ровно с начала года до 7 варя мы его сломили плюс что мы сделали закрепились наконец-то выше 10 средний скользящий до этого мы если посмотреть ни разу не закреплялись какие-то ложные небольшие были она на полдня закрепления такого сильного не было плюс они чуть-чуть подвернулись наверх локальный тренд образовался поэтому я считал что у нас евро доллар будет обновлять эти максимум на текущий момент чтобы что я по евро доллару думали пока каких-то торговых идей вот на текущий момент текущего времени у меня нет утром еще до нашего нашей битвы я писал своим ученикам подписчикам про канале что я вижу снижение доллара я давал там рекомендации конкретно фунт доллару он доллар франк шор ну и по-другим говорил идентичная картинка интродейма это отработать на текущий момент покупать уже евро нету смысла но уже среднее движение вверх отработать по поводу каких-то среднесрочных идей у меня есть мнение что вот это по евро это идет вынос вынос всех шаркистов которые здесь шаркили последнее время и евро дальше будет падать но пока нет никакого паттерна для того чтобы входить в шо покупать уже секущих 104 конечно я не буду пусть она даже там растет я буду на этой неделе наблюдать за этим инструментом если он нарисует какой-то хороший паттерн шорт то я буду рассматривать здесь снижение данного инструмента ну и по другим инструментом индекс доллара аналогичные карки возможно я ошибаюсь и рынок здесь глобально развернулся поэтому я буду по факту смотреть у нас были вопросы в комментариях в прошлый раз по поводу евро доллара куда я вижу евро доллар на весной следующего года имеется ввиду я написал что я вижу снижение но по факту я буду смотреть спекулятивно если что покупать если есть сигнал и шортить если есть сигнал пока шорт сигнала нет мы сейчас подошли в принципе к сильному сопротивлению 200 скользящие прошлый раз мы от него сбивались поэтому пока я не рынка буду наблюдать если здесь что-то нарисуется буду работать на снижение это будет коррекционное снижение или дальнейшее сильное уже по факту я буду каждый день смотреть на и так далее но в нашем случае каждую неделю нас своими ребятами каждый день буду по факту смотреть ну другие инструменты валютные пары все аналогично индекс доллара аналогично так по поводу есть идея мне по натуральному газу на на снижение прошлый раз я работал на лонг на позапрошлой неделе принципе мыло неплохо там отработали два дня было хорошего роста можно было заработать дальше мы сделали новый импульс вниз что-то здесь проторговую да и все что ниже уровня так скажем 6 условно 3650 я бы работал на снижение в район 5 ну локальные цели это 570 и 525 по данному инструменту обязательно работать со стоп лоссами где-то в районе 680 ну или можно более короткий стоп лосс 655 за вот эти локальные максимумы которые были у нас на прошлый я бы по этому инструменту работал наш здесь есть конечно такой чуть-чуть поджатия наверх локальные минимума получается идут все выше выше ну посмотрим главное риск соблюдать то есть не нужно на весь депозит выйти идея не сработала потерял по поводу нефти у меня чуть-чуть другое мнение я раньше был активным и вот последние дни как закрывается скажем нефть от меня немножко смущает в плане что вчера я писал своим ребятам что формируется модель торговая в лонг но нужно было подождать закрытие дня закрытие дня показала что явно здесь лонгами не пакет его вчера где-то мы торговались больше 90 где-то в районе 95 это говорила еще у нас было получается четверг пятница прошлой неделе у нас был достаточно видно что выкупали я думал что будет продолжение но понедельник закрылся явно по медвежьему я думаю что здесь будет дальнейшее падение по нефти это падение пока я вижу локально где-то в район возможно 90 88 будет этот вопрос с текущих вариант возможно снижения или через какой-то откат это примерно в район 94 50 95 возможно или с текущих сложно сказать с текущих возможно шарпануть и но вопрос объеме позиции стоп-лосса потому что слишком большой стоп-лосс поэтому смотрите сами пока здесь у меня приоритет на снижение там же по факту посмотрим я буду сам шарпить если будет хороший откат и дальше буду смотреть по факту понравится он мне или нет если конечно сегодня там пойдет сильный импульс наверх мы вчерашнее падение перекрыть дальше ну по металлам аналогично в принципе я был с тобой за лор в прошлый раз советовал еще последний там несколько недель только покупать золото серебро цели ставил там 1740 конечно мы улетели еще выше и евро голод не ожидал такого сугубо сильного роста здесь аналогично как вариант возможно это был какой-то вынос по факту уже буду смотреть текущих я бы уже не покупал здесь показали такой 10 дней роста возможно какая-то коррекция ну и по фондовому рынку аналогично не исключаю что это какой-то бычья ловушка пошла в принципе это как вариант ожидал этот рост такой сильный но я его не торговал у меня был здесь такой спекулятивный шорт он вышел по безубытку здесь тоже пока аналогично как евро золото идет тренд локальный наверх будем по факту смотреть поэтому вот как то вот так идея у меня натуральный газ шорт нефть скорее шорт по другим валютам я буду наблюдать то есть по тренду уже как бы поздно как мне кажется торговать буду смотреть что дальше нарисую спасибо виталий за рекомендации ну что следим смотрим за дальнейшей реакции доллара то как он будет отходить от нокдауна после данных по инфляции вернемся к обсуждению рынка уже на следующей неделе ближайшие дни каких-то супер событий не запланировано но опять же очень велик резонанс опять же того что сейчас происходит рынок еще достаточным топлива в общем от данных по инфляции а выборах ты что-то говорил ранее о выборах в сша но можем затронуть эту тему например в следующий вторник возможно там уже будут точные итоги когда будем говорить либо разделенном конгрессе либо все-таки о том что республиканцы смогут взять уже под контроль полностью конгресс но я думаю что сенат останется с демократами палатка представителей за республиканцев кстати говоря это очень интересное представление последний раз такое было в одиннадцатом году при обае как раз можно будет это обсудить виталий спасибо тебе да там был интересный случай в штате пенсильвания победил демократ ну так скажем он там простой человечек после инсульта какой-то он там еще какие-то там него минуса очень сильные когда были дебаты против него было республиканец такой врач там он долго в политике то есть он должен был победить на победил этот демократ когда было где были дебаты то его спрашивают что вы за добычу не нет я против добычи не проходит там несколько минут я за добычу нефти потом еще проходит несколько минут я против добычи да есть некоторые шутки мы их не будем но в таком формате какие какие на нашей политике тоже такого полно полно да согласен спасибо тебе еще раз виталий хорошего тоже закрытия недели хорошего трейдинга и до скорых встреч пока удачи